Здравствуйте! Перед тем, как начать работать в фотошопе, очень рекомендуем вам посмотреть некоторые его настройки. К сожалению, за производителями наблюдается такая тенденция, что каждая новая версия программы, выпущенная ими, в целом, конечно же, обладает нововведениями и умеет гораздо больше, чем предыдущая версия. Но на вашем компьютере с прежней конфигурации будет работать медленнее. Photoshop CS4 не является исключением и по скорости работает, если не медленнее, то уж точно не быстрее, чем его младшая версия CS3. Чтобы избежать некоторых проблем, связанных с прорисовкой изображения и отсутствием плавности движений, совершим нехитрые манипуляции. Попытаемся увеличить производительность, не прибегая к модернизации компьютера. Итак, запускаем Photoshop. Отправляемся в главное меню «Редактирование», «Установки». Здесь находим производительность. После установки программы обычно галочка «Включить отрисовку OpenGL» выключена, как у меня сейчас. Обязательно включаем эту опцию. Что нам это в итоге даст? В этом случае Photoshop будет задействовать не только ресурсы центрального процессора вашего компьютера, но и видеокарты. А это очень существенное поспорье при работе с графикой. Пока мы не вышли из этого окна, проверьте другие настройки. Использование оперативной памяти. По молчанию установлено 60%. Обычно этого хватает, поэтому можно оставить все как есть, без изменений. А вот чуть ниже указываются рабочие диски. Это не что иное, как ваше дисковое пространство, где Photoshop хранит временные файлы, когда он запущен. По молчанию, там стоит диск C в качестве активного. Именно с ним Photoshop работает. Но справедливости ради стоит заметить, что диск C и так загружен, поскольку на нем стоит операционная система. Все ваши программы установлены на компьютере. Как правило, там же находится файл подкачки и много еще чего, о чем вы, может быть, даже не подозреваете. По этим суммарным причинам, свободное дисковое пространство на C со временем неизбежно тает. И чтобы облегчить жизнь вашему компьютеру, посмотрите, на каком из дисков у вас достаточно места и поставьте галочку напротив него, а с диска C галочку снимите. У меня для подобных нужд используется диск D. Сейчас на нем свободно 350 гигабайт, напротив диска D ставлю галочку и с диска C галочку снимаю. Может быть и такое, что вы работаете на ноутбуке и у вас всего лишь один рабочий диск, диск C, тогда ничего менять не надо. Если же их хотя бы два, C и D, то есть резон системный диск разгрузить, поставив галочку напротив диска D. Совершив все эти операции, нажимаем ОК. Примененные параметры вступят в силу после перезагрузки программы, поэтому я закрываю Photoshop и снова его запускаю. Повторно захожу в меню редактирования, установки, производительность. Все изменения вступили в действие. Включена отрисовка OpenGL и активным диском стал диск D. Итак, несложными манипуляциями удалось повысить производительность и слегка оптимизировать дисковое пространство на компьютере. Таким образом, Photoshop немного подстроили под себя, теперь можно приступать к его изучению.